Немножко так. А откуда вы знаете про нас? Ну, канал смотрим ваш, во Святи Библии. Мы с вами в скайпе общались. Молодец. Мы, свидетели, пришли рассказать о любви Божией. Встречаемся в рулетке, что Иисус умер, воскрес. И отвечаем на все вопросы. А у меня есть пара вопросов к вам, если можно. Да, я к собеседнику. Один вопрос только держу. Он говорит, в скайпе общался с вами уже. В скайпе, может быть. Я вижу сейчас, как раз, знакомый. Можно, пожалуйста, на вопрос? Можно. Я к вам будет только... Задавайте вопрос. А к вам будет только один вопрос. Хорошо. Первый вопрос. Почему нельзя прожить жизнь заново, допустим, если я бы хотел вернуться в пять лет и не творить ни одного греха? Хотел бы Бога знать раньше, но узнал его, допустим, только лет в семнадцать. Почему нельзя прожить жизнь заново? Я отвечаю по своей биографии. Я с детства знал, что Бог есть. Какие грехи, мать сказала, от женщин меня Бог спас. Но в двадцать три года я первый раз увидел Библию. А работаю на корабле. У меня перспектива. Высшее мореходное училище, знание языков иностранных. А в душе пустота. Мне охота прожить заново. Двадцать три года напрасно. Но когда Библию начал читать, я покаялся. И с этой минуты я заново начал жить. И наутро весь караван кораблей узнали. Лапкин сошел с ума. И вот уже ровно шестьдесят лет я иду этим поприщем. Конечно, все время сокрушает, что двадцать три года мои ушли. Когда я учился, в армии был. Скольким людям мог бы рассказать о Христе. Но моя жизнь обновленная оставила след, за который не стыдно. Так что начать можно в любой момент. Покаялся. Все. По новой начинается жить. И уже назад не оглядывайся. Ну, а второй вопрос. Все ли суицидники в ад попадают? Если, допустим, человека довели. Мы считаем их. Евангелие от Яна, 3 глава, 36 стих. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Не верующий не убедит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Дальше. Считаем так и написано. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Все. Другого нету. Есть рай и есть ад. Есть Бог и есть дьявол. Есть жизнь и есть смерть. Есть благословение и есть проклятие. Избери жизнь. Зачем тебе умирать? В любой момент, сегодня. Вот. К вам один у меня вопрос будет только. Скайп. У вас есть скайп? Есть. Зайдите. Скайп. Школьники, пятиклассники пять минут устанавливают. Там не надо регистрации. Это самое важное для вас будет сегодня. Вы не просто будете приходить, а мы будем встречаться. Скайп. Игнатий Лапкин. Он уже общался с вами. У него есть скайп. Но скайп, если знаете, не потеряли, тогда вопросов нету. Там вы получите ответ на любой вопрос. Я скину вам свои материалы. Последний. Можно сегодня, пожалуйста, вопрос? Давай. Ну, дьявол никогда, да, не оставит, пока мы в теле. Он будет искушать постоянно. Кто, дьявол? Да. О каком теле-то говорить? Он это духовная личность? Пока мы в теле находимся в этом мире материальном, во временном. Дьявол всегда будет искушать нас? Так и написано. Избави нас от лукавого. Очень надо считаем. У него задача... А вы видели, такой ролик есть. Интервью с дьяволом. По скайпу заходите, я вам скину. Там два варианта. То есть, первая укороченная 12 минут, а другая 25. И как с ним журналист разговаривает? Дьявол. Интервью. И это ответ... Я как верующий, я могу сказать. Отвечает правильно, но элемент лжи. Его надо увидеть где. И он так и говорит. Больше сейчас я говорю, говорит, правильно. А почему, говорит, встреча у нас тут в лесу? А где бы вы хотели? В храме? Да он журналист говорит. Да, конечно, нет. Что нет? Вы думаете, в храме это люди верующие? Там большая часть моей люди. Это действительно так. Зато, говорит, куча лошадей. Такой навоз с разговорами на своем храм приносят. Так что скайп. Вот в скайпе я скину все сразу вам. И вы узнаете, как мы молимся. Вот. В какое время идет дозвон. Все узнаете. Какие люди увидите. Просто зайти на... Или даже один раз поговорить. Это далеко-далеко не все. У нас огромное сокровище. Скайп. Игнатий Лапкин. Заходите. Я вам сразу все скину. И тогда будете с нами участвовать. Молитвы идут через 2 часа 10 минут. Вы увидите, какие у нас люди. Какие материалы. Какие занятия идут. У вас эти вопросы свои и растают. Очень быстро. И вы увидите, новая жизнь началась. Спасибо большое. Мы говорим не спасибо, а спаси Христос. Спаси Христос. Вы хотите знать ваше имя, как переводится? С какого языка? Можете сказать? Сергей. Как высокоочтимый. Как имя ваше? Сергей. Сергей. Ну да, вы знаете почтенный. Греческое имя. Вот можете задавать родных, близких, имена, родителей. Я вам скажу, с какого языка, как переводится. Наталья и Павел. Наталья рожденная. Греческая. Рожденная. А Павел? Павел. Еврейское имя означает малый, маленький. А Игнатий как? Игнатий греческое имя означает незнакомый, неведомый. А с латынского языка огненный. Вот такой. Два перевода. С двух языков. Так что заходите в скайпе. И у вас будет самый важный день в вашей жизни. Когда вы по скайпу получите от меня все сокровища. Когда вы услышите там книги мои, 38 томов у меня вышло. Стихи, 4 тома по 800 страниц. Таких стихов вообще никогда не было. Нигде, нигде. 36 строчек в каждом стихотворении, 9 куплетов. Эпиграф из Библии. Спаси Христос вас, Игнатий Тихонович. Так, заходите. Скайп, Игнатий Лапки. Не тратьте время, потому что время коротко. Мне 83 года все же. Благодарность. Давай, хорошо, что я тебя молился перед самым началом. Господи, да пошли ты доброго человека. Все какая-то пьянь да дрянь. Ну, а вот видишь, разговаривались как. Глаза трезвые. Видите, не пьешь, не хлюпаешь, не материшься. Это все импонирует, то есть привлекает к человеку. С Божьей помощью все. Спаси Христос. Жду, сейчас же сделай звонок. Это вас ни к чему не обязывает. Но когда вы получите все, я скину в 3 минуты все. И дальше встречаться можем уже хоть каждый день. Все, с Богом. Жду звонка. Сразу же сейчас сделайте.